Бесплатные маски на входе. Обычный будничный день в гипермаркете Happy Mall, ставший уже привычными проверки масочного режима на подобных объектах. Несмотря на снятие многих ограничений, режим повышенной готовности в регионе сохраняется. Ношение масок никто не отменял. Контроль за исполнением этого требования ужесточили в конце июля. Большинству посетителей гипермаркета требования соблюдают, но встречаются и исключения. Вот так предельно вежливо ко всем покупателям, кто по той или иной причине не захотел или забыл надеть маску. Добрый день, мужчина, можно вас на минуточку? Где ваш масок? Возьмите в кармане. Доставайтесь. Ничего, масочный режим, знаете, есть порядок такой. Постановление правительства Саратовской области установлено. Я вот один такой. Одень-то, пожалуйста. Держи тогда. Мое лицо, видите, не восходит. Ну, что ж с собой не носить. Забыл машину. Такие рейды в Саратовском районе проходят регулярно. Первый состоялся еще в апреле. За этот период мы объехали все муниципальные образования. Это 12 муниципальных образований Саратовского муниципального района. Из 351 магазина, то есть торговых точек, которые реализуют промышленные товары, продукты. Мы объехали 245. То есть в каждом практическом магазине мы побывали. Рейды проводятся совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. За этот период сотрудниками Роспотребнадзора выдано 19 предписаний на соблюдение санитарных норм. Основных нарушений как бы нет. В основном эта работа наносит профилактический характер. Сами видите, как бы определенный результат она имеет. Как показывает практика, то, что при ходе рейдовых мероприятий маски почти что есть у каждого гражданина. Но нам вот надо приучить граждан носить их на лице. Они в карманах, сумках и в других местах, куда они их прячут. О масочном режиме и необходимости его неукоснительного соблюдения говорилось на заседании районного оперативного штаба. Оно прошло в среду, также в Хэппи-моле. Глава района Иван Бабошкин отметил, что к разъяснительной работе с населением привлекают волонтеров. Добровольцы не только посещают крупные торговые центры, но активно работают и в общественном транспорте. Я подчеркиваю о том, что вот этот прямой контакт с населением, он дает очень хороший результат. Люди слышать начинают, особенно слышать начинает более молодое поколение. Потому что, скажем так, правовой нигилизм или ковидный нигилизм наблюдается именно в этой категории людей. Потому что старшее поколение мы видим о том, что все дружно. И из Саратовка в район едут, и наоборот дачники едут, как бы и жители Саратовского района, они в масках. В населенных пунктах продолжаются подворные обходы для выявления, соблюдения режима изоляции населения, особенно лет старше 65 лет. Также продолжается разъяснительная работа, распространяются буклеты, листовки. Центральным территориальным отделом выдается предписание объектам промышленности торговой сети о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, куда входит и проведение дезинфекционных мероприятий на объектах. Основными способами профилактики коронавирусного эффекта на сегодняшнее время остается это ношение масла, дистанцирование и проведение, соответственно, дезинфекционных мероприятий. Дает, так сказать, свои плоды эффект. Когда на первоначальном этапе, допустим, суды принимали решение, административным материалом выносили предупреждение, то в данный момент уже с усилением данной работы штрафы значительные, в принципе, от трех до пяти тысяч рублей. За рецидив? Конечно. Нет, даже первоначально, опять же, это в зависимости от собранного материала. Главврач районной больницы Татьяна Пугачева отметила и медицинские меры профилактики. Как было, так и остается основным способом профилактики, чтобы не заболеть, это вакцинация. Вы прекрасно все знаете и слышали, что вчера зарегистрирована вакцина против коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Эта вакцина ориентировочная, как нам вчера на ВКС сказал наш министр, будет поставляться в регион, ориентированная в середине октября. Но обычную вакцинацию ангрифа тоже никто не отменяет. Первый случай COVID-19 зарегистрировали в Саратовском районе в марте. За несколько месяцев коронавирус выявили у более чем сотни человек. Этот показатель существенно ниже среднеобластного, но населению расслабляться все равно не стоит. Со слов участников совещания вы видите, что у нас показатели гораздо ниже среднеобластных. В преддверии учебного года они не позволяют расслабляться и мы наоборот стараемся усилить эту работу. Вообще я хочу сказать откровенно, что я сторонник более жестких мер для того, чтобы достигать необходимого эффекта и охранять здоровье людей. Мы сейчас статистику введем на то население, которое у нас имеется по прописке. Фактически на территории Саратовского района проживает тысяч на 300, на 350 больше, потому что часть жителей города Саратова в летний период времени перемещаются к нам в садоводческие товарищи. И находятся там. Нам их приходится и обслуживать, и медицинскую помощь оказывать, значит, и охранять. Поэтому статистика фактически еще меньше. Поэтому я считаю, что это вот наша совместная работа с правоохранительными органами, с органами прокуратуры, с органами Роспотребнадзора и приносит такой вот более-менее хороший результат.